Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 11 часов 43 минуты, 24-е, 10-е, 2016 года. Вообще, планировал посвятить ролик исключительно модели нашей земли. Но придется опять пройтись по теме СССР. Когда на ютубе попадаются ролики, да и скидывают мне, я изучаю, и для меня полная чушь, что там говорят. Там вообще каждый ролик можно комментировать, и люди, они сами либо не понимают, искренне заблуждаются, что чушь говорят, либо не знают, что они делают. Я не буду конкретно ни на кого пальцем показывать, связанных с СССР, этих СССРов, как там говорится, как у дурака-махорки, да. Так вот, с землей решил грамотно поступить в этом ролике. Сейчас идет голосовая дорожка, потому что я понял, что писать голос поверх визуального изображения у меня не очень хорошо выходит. У меня уже был такой эксперимент, поэтому тот ролик, который я создавал и заготовил, я буду как-то грамотно прикреплять к голосу. Что в том ролике будет? Я совсем забыл, что я талантище во многих вопросах. Я в одной из программ создал модель, ну, на скорую руку, потом я знаю, что все равно будет вопросов много. Это я как бы первый, так сказать, пробный камушек кинул в воду, чтобы он поскакал там 2-3 раза. Помните, как вот у камня мы кидали, чтобы он скользил. Ну, этот проскочит там какое-то расстояние. То есть, есть программа от ТС Конструкция. Я подробности не буду для этого ролика оглашать, если в двух словах, в ней можно создавать модификации к игре Morrowind. И я решил, да просто не знаю, что-то, как говорится. Ну, сразу-то и не сообразил, что я могу без этого, примитивно пускай, но без всяких программистов и художников сам могу создать. Пускай плохенькую модель, но для многих станет более понятно. На экране вы уже увидите 3D-вариант, поэтому в 3D-варианте, возможно, уже будет лучше понимать модель нашей планеты. Ну, буду, естественно, подсказывать, что к чему и почему. Потому что люди, дело в том, что вот те, которые с образным мышлением, они, как бы, для них ничего уже не надо так особо и показывать, и рассказывать. То есть, модель, как бы, пазлы сошлись, все. Там детали вот это не принципиально. Потому что вопросов много еще надо осветить и сообщить. А все время возвращаться к этой модели, ну, возвращаться приходится, потому что я, заметьте ли, специально сознательно в каждом ролике произношу фразу «Наша земля в миллионы раз больше». По какой причине это делают? Вот представьте, человек от вольного попадает на случайный ему ролик, не важно, что ему понравилось, там, тема флагов или флагов, да, там, или бермудский треугольник. А потом он слышит фразу «Земля в миллионы раз больше». Ну, вначале он, конечно, воспринимает это как шутку или какое-то безумие, а потом начинает изучать ролики и понимает, что все намного серьезнее и интереснее. Поэтому я в каждом ролике стараюсь, особенно если ролик такой хорошего качества выходит, прикрепить фразу «Наша планета в миллиарды раз больше». Вот. Ну, по поводу СССР, несколько роликов изучил, послушал. Ну, уважаемых ораторов, интересные вещи рассказывать. Не, если они, конечно, хотят искренне помочь там это СССР создать, то могут обращаться ко мне, и я, возможно, проконсультирую, что нужно для этого делать. И сразу говорю, это будет непросто. В отличие от их пути, который они выбрали, им путь закрыт. Ну, скажем так, с иронией мы закрыли создание СССР всевозможных. Враг не пройдет. Можете теперь что угодно людям рассказывать, почему через 10, 20 лет, 30, 100 так СССР тут и не появился. Все, вашего СССР не будет, никакого. Знаете, как они вот все хитро всегда делают? Вот 100 лет назад какая была ситуация? Вот, если грубо говоря, 100 лет назад создавали СССР. Значит, на территории, назовем условно, определенной империи были засланы революционеры, которые агитировали для того, что нужно избавляться от сатрапов царей и провозглашать народную власть. Причем, те, кто мир курирует, они же тогда курировали наши захватчики, они же полицаем тогдашним, как говорится, царской охранке, они же строго-настрого запретили революционеров трогать. Собственно, как и сейчас, те, кто Советский Союз подымает, запрещено трогать. Не, ну для страстки, знаете, там кого-то посадить. Я, кстати, вот ролик послушал, тут один, это, оно как бы не стопроцентное лекарство, стопроцентного ничего нету. Ну, где-то 98% будет работать. Вот, там, люди пытаются что-то добиться, прав. У вас есть железобетонный аргумент, изучите вопрос сотовой земли, только досконально, чтобы глупо не выглядеть. И просвещайте. Такого человека, который про сотовую землю рассказывает, имеет определенное количество, скажем так, аудиторий, его закрывать очень опасно, потому что только дети, дети, я имею в виду не по возрасту, там, 10-12 лет, я имею в виду по внутреннему миру, там, если человеку, там, не важно, мужчине, женщине, там, 40-60 лет, 80, он все равно может быть дитё. В эволюционном развитии. Поэтому, когда я говорю дети, я прекрасно знаю, что есть дети, которые в 10 лет гениальные гении. Вот, часто даже в эти моменты. Вот, вот только дети не понимают элементарных вещей, связанные с сотовым мироустройством. Вот, поэтому, вот, если не хотите, там, вот, смотрю какой-то митинг. Вот, митинг тоже забавный. Вот, если вам грузят это, про какие-то там, так сказать, спасительные моменты. Вот, если увидели, что на, люди на митинге с флагами стоят, всё, знаете, это, это всё мировое правительство. Ничего не создаётся просто так. Ничего, само, ниоткуда не берётся. Не, ну, есть исключения за редким случаем, как я говорю. Как говорится, даже у меня есть непосредственное руководство, да, небесная канцелярия, светлые иерархи, которые курируют и всячески оберегают мой путь в данной соте. Вот, поэтому, хотите, те, кто там, за какие-то права воют, чтобы вас не закрывали, там, пострел, ролик там, одного, второго, посадили, третьего. Вы про сотовую землю говорите, вас не будут трогать. Сотовая земля, это, это, самая опасная тема в нашей ячейке, нашей соте. Вот ещё к тему за флагов и флагов, и как себя именуют те, кто хотят СССР провозгласить. Вот, додуматься можно, назвать, то есть, как там они себя, он президентом себя назвал. А знаете почему? Вот вообще правильно, даже по тем законам, которым мы живём, он вообще должен был правильно себя назвать генеральным секретарем. Ну, мы сейчас знаем, есть генеральный секретарь один в нашей соте, и, как бы, он стоит выше любого президента. Поэтому, тут уже сразу чёткое отличие. Если кого-то курируют, как говорится, наши, правильно говорить, серые, а то им тёмные, большой комплимент, тёмные, тоже положительное слово. Серые, вот, захватчики, весь этот, причём я обобщаю, там, сразу несколько иноячеечных рас, там, рептилоидов, там, всяких, там, Греев, Анунаков. То есть, для удобства серыми называем. Или можно голубыми называть, да, из-за голубой крови. Вот, кстати, ключевой момент, ну, всё перевёрнуто, вот, запомните. Вы знаете, вот, такой вот момент, услышите, особенно, вот, женщинам это будет особенно интересно. Женщины любят вещи серьёзного плана. Про цвета. Вы знаете, что перевернули специально детям повязки, ленточки? То есть, на самом деле, мальчика надо повязывать красной, а девочек голубой. Ну, видите, они перевернули. То есть, мальчикам они навязали голубой цвет, чтобы мальчики голубыми становились. А девочкам навязали розовый. Ну, для многих, то, что я озвучил, это, как бы, не открытие было. Для определённых людей, конечно, было определённое отличие, что я сказал, что деткам сознательно перепутали. Всё перепутали, всё поменяли. Поэтому, что у нас там по СССРам? Если СССР самостоятельный, то он может себе использовать, пускай даже посмотрим на митинги, пускай будет чисто бело-жёлтый флаг, вертикально. Два цвета, белый и жёлтый. Если они говорят, они независимы, они сами всё выбирают. Да никто не сможет взять в руки бело-жёлтый флаг или повесить за спиной. Потому что все, кто тут кричат за СССР, за ШМССР. Сейчас, смотрите, тоже же происходит, как и 100 лет назад. Было сколько было партий создало там. И СССР, и анархисты, и большевики, и меньшеники. Сейчас то же самое, всё как 100 лет назад. Но не волнуйтесь, никаких СССРов не будет создано без, как говорится, разрешения Небесной Канцелярии. Во всяком случае, ближайшие 100 лет. Поэтому пускай тужатся, там рассказывают по босёнке про серого бычка. Я же говорю, что если независимый, он должен был бы себя назвать генеральным секретарём, генсеком, правильно? Ну, никак не президентом. Но все же знают уже, что президент это резидент. То есть он президент для того и поставлен, чтобы всё в обратную сторону делать. Не хорошо, а плохо. Но это правописная истина. Это многие, то что сейчас я сказал, это все знают. Генеральный секретарь, ну, тоже не есть хорошо, но генеральный секретарь главнее президента. То есть если они не смогли себе взять генерального секретаря, значит всё, наймыты, запроданцы. И флаг, если не смогли себе повесить жёлто. Да и вот это используют, вот это нацизм, национализм, нациалистическое. Я уже говорил, что национальность это только чрезональность. Всё, если вы видите где-то национальная, нацистская аббревиатура, это уже всё, это не наша песочница. Там где национальность, там всё чрезональность. Всё. И знают люди, и не знают. Я же говорю, вот аббревиатуры специально сделали. Вот допустим, мы расшифруем СССР по-своему. Как вот мне там положительный вопрос задали, там ЗАГС. Мы по-своему расшифруем. А тёмные, они ему свою расшифровку дали. Поэтому слова, те, которые мы используем, они же практически подавляющее количество имеют положительный и негативный налёт, а негативный и положительный. Вот хотел с грамматикой расписать. Гра, ну это на сербском. Это игра. Ма это материя. ТК вы знаете это движение. То есть, грамматика это движение материи в игре. А что это означает на нашем понимании? Вы можете писать без ограничений. То есть, как бы вы ни писали, вы не допустите ошибки. Это нам вот захватчики навязали, что буковки должны быть одинакового размера. Что должны быть только такие слова. Что должен быть менторский голос, вот как у дикторов. Чтобы не было вот это чмяканье, бяканье, эканье. Знаете, вот как люди бывают, по два раза повторяют. Это ж у нас нараспев было. А в некоторых сотах вообще и стихами говорят, и песнями. Вот. Поэтому, когда вот это чисто от захватчики, для них это ухо режет наша вот эта нормальная речь. Когда мы там экаем, бэкаем, шмякаем, чмякаем, бякаем. Для них надо как роботы, вот как дикторы. Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Все, для них умиротворенность. Письменность то же самое. Для них каждая буковка должна быть одного, так сказать, уровня. Обязательно определенные правила должны быть на слово. Другие не допускаются. Ихние и их, да? Да, любое слово, которое вам в голову придет, оно уже существует. Наоборот, сложнее нам, человекам, существующее уже озвучивать Мы же не можем всю вселенную знать Поэтому, если вы сделали открытие, то очень замечательно Вы его сделали, вы нашли то, что существовало Новое, хорошо забытое, старое Так, ну что, давайте я попробую перейти к модели А, вот еще зажатву пишут Ой, как вот эти... Вы вот это про жатву людям не рассказывайте Пожалуйста, не важно, какие лекторы Жатва, она уже идет тысячу лет 140 миллиардов погибло в нашей соте сравнительно недавно по меркам сот Это что, не жатва? Весь чернозем, это пепел сгоревших в ядерном угаре 140 миллиардов А они все жатву ждут Какая жатва? Не забивайте своими сектантскими сказками людям головы Жатва Это все вот это побрехеньки от темных Жатвы, это для них только может быть жатва Потому что они все одноразовые, как мыльные пузыри Иголкой проткнул, все, они знают, что они уже не смогут вернуться Они боты, мобы Для них все одноразовое В отличие от нас, тех, кто имеет совесть, душу и так далее Ну и другие народы, которые и совести и души не имеют Они, скажем так, не то чтобы Ну, по классической схеме, просто еще молодые души То есть они еще Есть сущность, а сущность она как бы в процессе эволюции Нарабатывает дух, волю там, душу Потому что сущность и душа это две разные вещи То есть может быть сущность, у которой нет души Душу можно потерять, украсть ее могут, забрать Вот, сущность, в принципе, она как бы неубиваемая Ну, во всяком случае, те, кто нас оккупировали Не в их силах сущность истребить И даже те, кто за ними стоят на несколько порядков Они не в состоянии сущности уничтожать Так, по поводу планеты Ну, давайте, я вот как бы рисовал ее в ТЭС-конструкторе Сейчас я как бы бегло просмотрю, что я создавал То есть создал модель одной ячейки Вы понимаете, что таких ячейк много, да Пускай она не сильно шестигранная Да и наша особо не имеет идеальные углы Так, планета как живой организм Вот, в каждой ячейке своего рода яйцо Из-за технических сложностей продолжение данного ролика Плавно переходит в следующий ролик Извините за неудобства Спасибо Встретимся в следующем ролике Ролик, который вы увидите далее В визуальном плане будет Неплохой наглядной подачи сотового мира устройства Так сказать У вас на глазах я буду создавать Своими руками и своими мозгами Небольшую 3D модель нашего мира Предположительно, ролик будет состоять из двух частей по тематике И скорее всего, вторую часть ролика Где пойдет речь о сотовом мироустройстве Желательно переслушать два, то и три раза Люди задают одни и те же вопросы Не изучившие мой материал по сотовой земле Предполагаю, что этот ролик будет не последний В плане визуальной подачи Но на быструю руку решил Используя своеобразную программу Создать сотовую модель Приятного просмотра Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове, 16 часов 0,1 минута 24-10 2016 года После работы с монтажом Понял, что намного проще будет Отдельный ролик записать Посвященный устройству земли То есть тот так и пойдет Назовем его условно СССР А этот назовем как-нибудь строительство сотового мира Буду отдельно уже рассказывать и показывать Повторял и еще буду повторять Что часто скидывают труды мне Так называемых индийских вед Тоже мне подсказали Ну в принципе спасибо, что вы мне подсказали Что индийских вед не существует Если вы мои ролики бы изучили Уже бы знали, что я осведомлен во многих вопросах Я просто для удобства формы Называю Индия Чтобы было понятно Потому что есть так называемые индусские веды А есть скандинавские мифы И в тех и тех модель мира Одинаково практически описывается Еще можно изучить детально Коран Там тоже очень много того, что соответствует истине Было единое ведическое знание Которое разрезали на маленькие кусочки Как и был язык разрезали на маленькие кусочки Появилась наука Которая не имеет никакого отношения к науке Это наука современная Это религия Люди Сектанты Верят, что наша планета маленькая Кругленькая Ну представляете Миллионы людей Это какая секта Религиозных фанатиков Которые верят, что наш мир Выглядит именно так, как нам его нарисовали И их же никак не вернуть Фанатизм это такое страшное орудие В руках наших захватчиков Так вот Во-первых, вы поймите Чтобы все такое излагать Я сам неплохо за эти годы подготовился Чтобы рассказывать сотовую модель Я неплохо изучил существующие труды Прекрасно понимаю, что они уже в переписанном виде Ведь как мне симпатичны исследователи Которые говорят Мы это предполагаем То есть это наша теория Ну есть таких Допустим Их мало Ну я из их числа Которые настаивают на том Что это последняя инстанция Ну Знаете, как У них спросить По чесноку Они просто книжку прочитали Или с интернета Или с интернета информацию скачали И просто ее озвучили А в моем случае Все гораздо по-другому Повторяться Сейчас не буду Как все у меня замечательно происходит С получением информации Так вот Вот эти все Скандинавские мифы Так называемые Индийские Веды Даже от современной науки Маленькие эпизоды Можно брать Если вот взять Метровую линейку И вот 100 сантиметров То каждый Из этих Так сказать отрезков Это миллиметр По миллиметру собрать Получится у нас там Хотя бы сантиметр Но надо чем-то добавлять Ведь Ну Знаете Как-то смешно выходит То есть Находит человек В интернете Статью Которая уже Перевернута Там К примеру Скандинавские мифы И озвучивает ее Говорит Это так оно и есть То есть Наши захватчики Они как бы Это Мышей не ловят Они решили Сохранить Статью В надлежащем виде Даже вот те Летописи Страны Ариев Которые я все время Настаиваю Я прекрасно знаю Где места Перевраны Искалечены Которые места Пропали Ну Они специально Они как бы Вынуждены были Хоть что-то Как говорится Дать Вот так и получается Надо ходить По всему миру И И собирать Крупицы знаний И все равно Как говорится Волшебная Необходимая деталь Была Это Сотовая модель Так Постараюсь Наглядно Объяснить Что я тут Нарисовал Ну естественно Как инструментария Мало Вот допустим Яйцеобразный Купол Понятно что Он выглядит Прозрачно И барьер Который как бы У меня не завершен Он логически Тоже продолжается Куполом И вся эта Даже Сота Тройняшка Она находится Под своим Единым куполом То есть У Каждой своей Соты Есть Купол Помимо этого Еще есть Над этими Тремя сотами Свой купол Вот дерево Кстати Люди Предполагают Из современных Знаний Что Дерево В Арктике Это растет А на самом деле Оно находится И сейчас Оно находится На пересечении Трех ячеек То есть Посередине Соты Надо будет Сейчас в ролике Как то Ставить Место Расположение Этого Дерева Потому что Тут вопрос Так Ну надеюсь Более менее Схематически Будет понятно Где в центре Находится Мировое Дерево Которое Во многих Современных Книгах Осталось Упоминание О нем Ну Те кто Уже изучает Мои ролики Знают Что То что Нарисовано Здесь Три соты Это Это Всего Лишь 0 0 0 0 1 Процент От того Мира Который Существует То есть Кому Интересно Можете Скриншот Сделать И на Полу Листики Раскладывать 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 У себя Чтобы Ну это Тем так Подкалываю Кто Не может Понять Уже По тем Роликам Что я Сделал Что Земля Просто Гигантская Это Еще Не все Это Она идет Слоями Ну вот Еще раз Повторюсь Что тут У нас Этимик Просто Листаю Ролик И смотрю Вот Три Сферы И так же Этих Сфер Тьма Тьмущая В каждой Сфере Свой Мир Где то У меня Тут И китов Я Схематически Показываю Даже Где то Был Большой Черепах Сейчас Найдем Нелегкая Это Работа Голос К видео Привенчивать Проще Было Всегда Мне Подстраивать Видеодемонстрацию К уже Существующей Аудиодорожки Сейчас На ходу Пытаюсь Редактировать Чтобы Лишнее Убрать То что Визуально Там Переходы Что там В программе Могу висеть По 5 минут Так Ну Надеюсь Схема Понятна То есть В самом Яйцеобразном Куполе Находится Еще Наш Мир Ну Дело В том Что И антарктический Барьер И Тот Небесный Свод Который Они В определенных Местах Сходятся Между Собой Примитивно Сказать Или Упрощенно Что Вот Как раз Ледяной Барьер Он Служит В определенном Месте Где купол Соприкасается С ним Потому Что В разных Ячейках Абсолютно Разная Атмосфера И Допустим То что Происходит У соседей Может Нам Не Понравится Поэтому На самом Деле Все Соты Под Куполами Есть Предположение Что Наша Только На Карантине Нет Как Может Наша Только Если Вверху Мировой Океан Я Надеюсь А Монтажом Покажу Как Оно Все Слоями Это Идет И так Думаю О Стоять Вроде Нашел Нужный Кадр Сейчас Буду Демонстрировать Как Одна Сота Будет Рядом С ней Такая Же Сота То есть Миры В мирах Миры В мирах Да Ну Я думаю Что В будущем Попробую Покрасивше Сделать Визуальную Подачу Но Те Кто Изучал Мои Ролики В большом Количестве Уже Модель Понимают Как Она Устроена Слоеный Пирог Идут Слои Сверху И снизу Сот Ячеек Ну На этом Пожалуй Все Надеюсь Кому-то Моя Визуальная Подача Пришлась По вкусу Все равно Старался Чтобы Все выглядело В надлежащем Виде А с вами Был Вячеслав Котляров Спасибо Что Меня Слушаете Слышали Всего Вам Слышали Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»